Протеерей Владислав Цыпин Заведующий церковно-практическим отделением Московской Духовной Академии, профессор, магистр богословия, доктор церковной истории, область научных интересов, каноническое право, церковная история, история России. Канонизация святых – это, как известно, признание церковью того или иного из ее усопших членов, состоящим в сонме угодников Божиих, что, в свою очередь, является основанием для внесения его имени в церковный календарь, совершения богослужения в его честь, обращения к нему в церковных молитвах, спрошения о заступничестве, почитания его мощей, написания его икон. В православной церкви нет жесткой регламентации и канонизации, но в обычае все-таки соблюдаются определенные условия. Иерусалимский патриарх Нектарий писал в свое время, «Три вещи признаются свидетельствующими об истинной святости в людях. Первое – православие безукоризненное. Второе – совершение всех добродетелей, за которыми следует противостояние и за веру даже до крови. И, наконец, проявление Богом сверхъестественных знамений и чудес. Третье – весьма необходимо ввиду того, что в наше время недобросовестные люди подделывают чудеса и вымышляют добродетели, и потому свидетельством святости признается также нетление мощей или благоухание костей». Конец цитаты. Как правило, канонизация святых совершается высшей властью по местной православной церкви. В прошлом в Русской Церкви не существовало постоянной действующего экспертного учреждения, в задачу которого входила бы подготовка материалов для канонизации. В настоящее время такой орган существует, и называется он Синодальной комиссией по канонизации святых. Его образованию предшествовала предыстория. В мае 981 года была образована историко-каноническая группа в рамках юбилейной комиссии по подготовке и проведению празднования тысячелетия Крещения Руси. Этой группой были подготовлены материалы для канонизации девяти подвижников. Благоверного великого князя Дмитрия Донского, преподобного Андрея Рублева, преподобного Максима Гревка, святителя Макария Московского, преподобного Паисия Величковского, блаженной Ксении Петербургской, святителя Игнатия, святителя Феофана Затворника и преподобного Амросия Оптинского. Их торжественное прославление состоялось на юбилейном поместном соборе в июне 988 года. Вместе с тем собор этот постановил считать необходимым в послесоборный период продолжить работу по изучению дальнейших канонизаций для прославлений других почитающихся в народе подвижников веры и благочестия, попечения, о чем иметь священному синоду. Во исполнении этого соборного определения священный синод на заседании, состоявшемся 11 апреля 1989 года, образовался на дальнюю комиссию по канонизации святых под председательством митрополита Коломенского и Крутицкого ювеналия, который возглавлял ее в течение 22 лет. С 22 марта 2011 года председателем комиссии является епископ Троицкий Панкратий, как вы, вероятно, все хорошо знаете. Со времени обретения Церкви Свободы в результате событий, имевших место на рубеже 80-90-х годов, в деле канонизации святых на первый план выдвинулся вопрос о прославлении пострадавших в годы гонений епископов, клириков и мирян. На именование их новомучениками российскими вошло уже тогда в широкое употребление. В связи с этим было необходимо осмыслить подвиг новых мучеников и исповедников в сопоставлении с древними святыми. Древние христианские мученики почитались как святы уже по самому факту пролитиями крови за креста. Для их прославления не было необходимости в особенно тщательном предварительном исследовании их жизни. За креста и его церковь пострадали без сомнений новомученики русской церкви. Но главное различие тут заключалось в том, что в языческой Римской империи церковь была вне закона, и уже сама принадлежность к ней каралась смертной казнью на юридических основаниях. Правовой статус христиан в империи, или лучше сказать отсутствие такового, замечательно характеризует знаменитая переписка на эту тему между императорским легатом Вифини и Плинием Секкундом-младшим и императором Трояном. Плини пишет императору, «Я никогда не присутствовал на следствиях о христианах, поэтому я не знаю, о чем принято допрашивать и в какой мере наказывать». И в связи с этим он задает ряд вопросов о том, как ему надлежит поступать с христианами, одновременно докладывая, как он действовал в подобных случаях ранее. «С теми, на кого донесли, как на христиан, я действовал так. Я спрашивал их самих, христиане ли они. Сознавшихся, спрашивал во второй и третий раз, угрожая наказанием. Упорствующих отправлял на казнь. Тех, кто отрицал, что они христиане, или были ими, я решил отпустить, когда они вслед за мной призвали богов, совершили перед изображением твоим жертву, ладаном и вином, а кроме того похулили Христа. Настоящих христиан, говорят, нельзя принудить ни к одному из этих поступков». Император Тарьян в ответ писал, «Ты поступил вполне правильно, мой секунд, производя следствие о тех, на кого тебе донесли, как на христиан. Установить здесь какое-нибудь общее определение правила невозможно. Выискивать их незачем. Если на них поступил донос, и они будут заблечены, их следует наказать. Но те, кто отречется, что они христиане, докажут это на деле, то есть помолятся нашим богам, следует за раскаяния помиловать, хотя бы в прошлом они и были под подозрением. Безымянный донос о любом преступлении не должны принимать во внимание. Это было бы дурным примером и не соответствует духу нашего времени». В течение еще более двух столетий положение христиан оставалось таким, каким оно обозначено в письме Трояна Плинию-младшему. Христиан не искали, но подвергшиеся обвинению в христианстве подлежали смертной казни, если не отрекались от Христа, а отречение сохраняло вероотступнику жизнь и возвращало ему свободу. Однако этот рескрипт действовал только в относительно спокойные для христиан времена. При некоторых императорах, деки и диоклетиане, христиан, вопреки рескрипту Трояны, искали, и тогда кровь мучеников лилась особенно обильно. Российские новомученики, как правило, не стояли перед таким классически ясным выбором. Их убивали без суда, а когда приговаривали к смерти по суду, то чаще всего предъявляли обвинение, прямым образом, не связанной с исповеданием Христа. А в пору массовых гонений 30-х годов даже и отречение от христианской веры со стороны епископа, клирика или мирянина едва ли было способно избавить жертву репрессии от расправы. Поэтому было бы неправомерно всех погибших в ту пору, не только мирян, но даже и священнослужителей, считать мучениками только на основании самого факта их убийства. Для канонизации требовались серьезные исследования обстоятельств и смерти и жизни пострадавших. Такое исследование и осуществляется силами Синодальной комиссии по канонизации святых, которые доступны фрагментами архивных материалов репрессивных органов. Протоколы допросов – это своего рода мученические акты. В то же время они засвидетельствовали и немощь некоторых из арестованных священнослужителей и мирян, которые под пытками соглашались подписывать показания, содержавшие самооговор, признание в совершении фантастических преступлений, террористических актов или шпионажа, а также оговор других лиц как соучастников. Хотя большинство арестованных священнослужителей сохраняли под пытками стойкость и подвергались в большинстве случаев смертной казни. Прославленными в реке святых могли быть, естественно, только те, пострадавшие от репрессий христиане, кто ничем не запятнал себя под пытками. Нередко в церковной публицистике ставится вопрос о том, не следует ли считать допустимым прославление и тех церковных деятелей, которые были сломлены пытками и поставили свои подписи под протоколами показаний, содержащими самооговор или даже показаний против других лиц. В особенности, если эти лица и без таких показаний находились уже под арестом и следствием были обречены на обвинительные, часто смертные приговоры. Такой подход нередко имеет разную аргументацию. Одна из них основана на предположении о фальсификациях следственных актов не только с содержательной стороны, но и со стороны подлинности, стоящей под протоколом подписи. Комментарии к такой постановке вопроса лежат на поверхности. При бесспорном доказательстве о фальсификации подписи открывается, естественно, возможность канонизации. И это уже проблема графологического характера. Правда, если сам протокол признается ложным и, значит, не отражающим действительного хода следствия и не проливает свет на то, что происходило в стенке в действительности, то появляется нужда в иных, дополнительных, прямых или косвенных, но при этом убедительных свидетельствах исповеднического и мученического подвига, а не просто самого факта, пыток или расстрелок. Иной аргумент, который также порой выдвигается в полемике по вопросу о канонизации новых мучеников и исповедников, то мы и при вынужденном согласии церковного деятеля, пастыря или мирянина поставить свою подпись под протоколом с за него придуманными показаниями, не набрасывает на жертву беззаконных репрессий тень, препятствующие ее прославлению, не представляется достаточно основательным, чтобы его обсуждать всерьез. Подвиг святого мученика не может заключаться в самом факте беззаконной расправы над ним. Мученики – не невольные жертвы, но свидетели веры и верности. Приводимы при этом ссылки на неизбежную человеческую немощь, несостоятельно потому, что древняя география учит нас тому, что Господь избранников своих, призванных к сораспинанию с ним, укреплял и даровал им силы к безукоризненному перенесению страданий ради свидетельств и миру о непреоборимой силе и славе Божией. При подготовке к канонизации новых мучеников и исповедников стал также вопрос о том, в какой мере церковные разделения 20-40-х годов могли некоторых из пострадавших, отделявшихся от законного священноначалия, выводить за границы церкви, тем самым устраняя самую возможность их канонизации. Ведь в годы гонений испевали чашу страданий и лица, которые пребывали в расколах и разделениях. Стал вопрос о том, можно ли их тоже считать мучениками в строго церковном смысле. Иными словами, существует ли возможность церковного прославления тех, кто завершил свою земную жизнь в разделении или расколе? Отвечая на этот вопрос, удалось избежать упрощения. Есть несомненные разницы между расколами, которые либо граничат с ересью, то есть возникли вследствие глубоких заблуждений экклезиологического характера, например, беспоповские толки русского старобрячества, либо происхождением своим обязаны преступному властолюбию, самоволию и всякого рода бесчинным акциям церковных раздорников, с одной стороны, а с другой – теми разделениями, которые появились в церковной среде вследствие разного видения путей адекватного реагирования на бедственные для церкви явления, которые вживались церковью в исторически короткие сроки. Так, в эпоху между Первым и Вторым Вселенскими соборами церковь, получившая мир от врагов внешних, переживала тяжелый внутренний кризис. Защитникам православного никейского тринитарного догмата противостояли носитель разных версий – арианских и полуарианских еретических учений. Но ситуация осложнена была еще и тем, что не было полного единства евхаристического общения между всеми православными. На одной стороне были святой Афанасий Великий, его приверженцы в Александрийской церкви и Западная церковь, возглавляемой в 370-е годы папой Дамасом, а на другой – так называемый новоникейцы, святой Василий Великий, и другие – отцы капотатийцы, святой Кирилл Иерусалимский, святой Милетий Антиокийский. Часть православных на Западе и в Египте подозревала их в полуарианстве. Некоторые из них, если не большинство юркоположений, получали в этой восточной среде, противопоставивавшей себя строгому исповедованию никейского символа с его единосущими. Противостояние между православными группировками особенно остро и болезненно проявилось в Антиокийской церкви, где было тогда два епископа, занимавших эту высокую кафедру, которые, естественно, друг друга не признавали и не имели общения между собой. Святой Милетий, находившийся в общении со святым Василием Великим и другими новоникейцами, и Павлин, который имел общение со святым Афанасием, папой Дамасом и всей Западной Церковью. Святой Милетий, на стороне которого было большинство антиохийцев, был принят в общение с папой Дамасом и православным Западом, а также последователями святого Афанасия в Александрийской церкви в 379 году на Антиохийском соборе, уже после кончины святых Афанасия и Василия. И вот церковь почитает как святых и Афанасия Великого, и Милетия Антиохийского, между которыми канонический разрыв оставался до самой кончины святого Афанасия непреодолённым. Этот пример удержался на дальнюю комиссию по канонизации святых, которая готовила материалы к прославлению новомучеников от ригористической узости в оценке разделений 20-40-х годов, которые к тому же, в отличие от эпохи 4 века, не имели догматического характера и обусловлены были обстоятельствами политическими, то есть с церковным отношением, не имеющими решающего значения. Давая оценку расколам и разделениям, возникшим в нашей церкви в 20-е годы, нельзя было ставить в один ряд обновленчества, с одной стороны, и правую оппозицию, или так называемых «непоминающих» с другой. Обновленчество приобрело характер откровенного раскола в 22-м году, когда, захватив канцелярию патриархии во время пребывания предстоятеля Русской Церкви под арестом групп священников никем не уполномоченно объявило о создании высшего церковного управления, включив в его состав только двух епископов по своему выбору, один из которых был под запрещением. Тем самым оно принесло предательский удар по церкви. В дисциплинарной практике обновленцами был попран канонический порядок церковных установлений, многоженство священнослужителей, так называемый «белый епископат». Все это не только в работах историков, но и на уровне авторитетных постановлений церковной власти получил однозначную оценку как квалифицированный раскол. При присоединении к православной церкви кающихся обновленцев рукоположения, полученные ими в расколе после выхода из-под ареста святого патриарха Тихона и изданием акта о запрещении обновленческих священнослужителей в служении, не признавались действительными. В конце 30-х годов жертвами репрессий были и отдельные обновленческие деятели. Но эти годы погибли многие из тех, кто вообще никакого отношения к православной церкви не имел. Погибали и сами недавние носители, и даже вожди атеистической власти. Поэтому сделан был вывод о том, что ставить вопрос о возможной канонизации таковых лиц необоснованно. Аналогичное отношение сформулировано было и к пострадавшим в пору гонений приверженцам других расколов – Григорианского и Самосвятского. Но в своей дисциплинарной практике православная церковь иначе, чем к обновленцам и автокефалистам, относилась к присоединяемым из так называемых правых группировок. Они принимались по покаянии в сущем сами, в том, какое могли получить и в отделении от законного священноначалия. В действиях правых не было злонамеренных, исключительно личных, предательских мотивов. Как правило, их действия обусловлены были по-своему понимаемы заботой о благе церкви. Как хорошо известно, эти группировки состоялись тех епископов и их приверженцев среди священнослужителей Мирианту, не соглашаясь с церковно-политической линией, и назначенного святым митрополитом Петром заместителя патриарша мистоблюстителя митрополита, потом патриарха Сергия, прекращал возношение имени заместителя за богослужением и таким образом порывал каноническое общение с ним. После кончины митрополита Петра непоминающие не признали главой церкви, мистоблюстителем патриаршего престола митрополита Сергия, не признали законности избрания его патриарха. Но когда святейшим патриархом избран был Алексей I, большинство из оставшихся в живых правых оппозиционеров, почти все они погибли в 30-е годы, воссоединились со священноначальем русской церкви. С учетом этих обстоятельств сделан был вывод о возможности канонизации тех архиереев и клириков, кто пал жертвой репрессий, находясь в отделении от заместителя местоблюстителя, но не переставая признавать главой церкви заточенного патриаршего местоблюстителя митрополита Петра и не пытаясь образовать иной параллельный церковный центр. Такой подход, выработанный в Синодальной комиссии по канонизации святых, был принят священноначальем русской церкви. Юбилейный архиерейский собор, состоявшийся в августе 2000 года, принял решение прославить для общецерковного почитания в лике святых новомучеников и исповедников XX века уже более 1200 угодников, включая также тех подвижников веры, кто ранее был прославлен для местного почитания. Собором в сонме новомучеников и исповедников прославлены были как страстотерпцы император Николай II, императрица Александра, царевич Алексий, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Архиерейским собором 2000 года было также канонизовано еще 57 святых, послуживших Богу и церковь в разные исторические периоды. Имена новых мучеников и исповедников по решению архиерейского собора с тех пор включаются в церковный календарь уже по решению священного Синода, без санкции архиерейского или поместного собора. И подобные канонизации совершались до недавних пор регулярно. Проблемы, тормозящие дело прославления новых мучеников, в настоящее время будут, очевидно, затронуты, обозначены или детально рассмотрены в других докладах конференции. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...